ты аргентинец думаю там должно быть интересно как минимум интересный приезжаешь в россию зимой и говоришь это точно мое дачу еще можно дружить классическая история водка медведи балалайка просто наслаждаешься точно аргентинец нижний набор сверху лучком посыпать зелененьким петрушечку могу могу если вам кажется что мы себя очень странно ведем не контактные не обнимаемся и не целуемся поверьте мы не специально почему ты трогаешь меня каково это тебе переехать в аргентин у меня сейчас больше друзей в россии чем здесь друзья сегодня очень необычный выпуск сегодня мы говорим с аргентинцем который переехал в россию не наоборот как обычно мы рассказываем о тех кто перебрался в аргентину и обустраивается здесь а поговорим с человеком который выбрал как место жизни россию переехал в холодный нижний новгород из теплого буэнос-айреса как почему что понравилось в этой стране что нет узнаем новом выпуске не переключайтесь вы на канале релацированы и мы начинаем сегодня у нас гостях мой друг аргентинец который переехал в россию лусяна кирога привет лусяна спасибо что пришел привет вас привет всем я наконец-то задам кучу вопросов которые я много раз хотел обсудить в общении с лусяна и блин мне кажется невероятно интересная история давай начнем с того когда ты приехал в россию когда-то переехал окей первый раз я был там как турист то есть не не сразу переехал первый раз был 2006 году я много путешествовал по европе до этого и всегда хотел до россии доехать но он очень сложно было найти компанию то есть с кем в итоге в 2006 году я решил что я все я поеду один не пофиг на компанию и в том числе я был но в европе в основном в том числе в москву почему на три дня только вот это первый контакт с россией что так тянуло в россию почему это очень длинная история на самом деле у нас много времени давай ради этого но все началось с детства на самом деле да то есть когда я был маленьким я читал энциклопедии я интересовался миром у меня родители такие открытые такие не знаю у меня всегда было такое ощущение что что-то происходит вне аргентины то есть я всегда знал и поэтому я читал всякие книги энциклопедии так далее но в какой-то момент у меня появилась идея писать посольством стран всяких то есть я своим детским шрифтом писал там пожалуйста пришлите мне материал материале туристические они присылали то есть у меня дома до сих пор они есть как интересно да и у меня там журнале советские журнале югославские журнале то есть всякие интересные материалы и получается оттуда я брал и адреса в этой стране ну допустим если я читал какой-то журнал советский я искал там адреса адреса которые ну адреса реакции например я писал редакции даже у меня дома эксемпляр газеты правда например а я получил это когда мне было сколько 12 лет 13 я тогда понимал что восточная европа это другое это это что-то другое не знаю германия австрия португалия это не интересно для меня было и восточная европа там коммунизм был и я понимал что именно советский союз это очень интересная страна там куча народов куча языков думаю там должно быть интересно как минимум интересно я не знаю хорошо плохо но интересно точно и вот это процесс ли не представляешь я был как-то подростком или маленьким скажем этот время шло 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 и процесс как-то что одновременно шел интересность и итоге да когда я смог путешествовать в россию я уже понял что но тут что-то что-то опять не только интересно уже когда я был на месте я помню что не только интересно а это скорее всего моё почему-то а я зимой поехал ты аргентинец из буэнос-айрес с местным климатом приезжаешь в россию зимой и горишь это точно мое хочу да а я не очень хорошо переношу жару это всегда было так это правда мы когда падал играем больше 25 градусов луся да уже все плывешь да поэтому мне было хорошо и тогда я играл как дежей и даже я смог играть на вечеринке там ну электропоп синтоп вот электронную музыку и вот за три дня я успел все сделать москве из москве и мне было очень хорошо очень круто очень приятно все было только в москве это первый раз три дня скажем так потому что я как-то по европе путешествовать и второй раз уже не было бы европу а сразу в россию поехал тоже как турист еще тоже как турист еще не было речи о переезде не они они нет три месяца тогда но но это уже все равно долгий срок до а тогда появились друзья я понял не только мне нравится а еще можно дружить просто с людьми хорошо получается хороший знак третий раз на три месяца снова то есть я больше не путешествовал нигде кроме по россии и третий раз уже было как-то все все понятно и четвертый переехал второй раз я уже понял что надо переехать хотя бы попробовать жить класс да и переехал ты в итоге куда нижний новгород почему почему длинная история просто у меня была девушка из нижнего новгорода но в итоге я очень благодарен потому что а сам из буэнос-айреса получается я люблю большие города города ну например москву очень сильно люблю до сих пор а нижний новгород средний город я понял что можно жить более спокойно можно кататься на велике а можно пешком куда-то добраться и встречать случайно людей на знакомых на улице просто так и это для меня было что-то новое мне очень понравился город еще находится недалеко от москвы очень удобно вообще я очень сильно люблю и нижний и москву то есть москва как сказать это моя любовь хотя я там не жил как по-настоящему я был как турист на три месяца только какой-то долгий срок получается но как турист все равно я знаю что ехать на работу это как-то отдельная тема каждый день утром заходить метро до как турист это просто прекрасный может быть самый лучший город в мире извини я знаю что ты из питера друзья небольшой блок с полезными рекомендациями для вас ищите банковскую карту для оплаты международных сервисов которые удобно выполнять тогда я хочу порекомендовать вам сервис people people финтех компания для людей у которых нет доступа к международной банковской системе проект существует 2017 года аккредитован в объединенных арабских эмиратах и является официальным партнером mastercard а значит прошел серьезные проверки карты people можно оплачивать международный сервис и бронировать booking и airbnb а пополнять ее можно криптой и даже через киви кошелек можно выпустить виртуальную и физическую карту ссылку на регистрацию в сервисе я оставлю в описании к этому видео ты когда первый раз ехал с какими стереотипами о стране ты ехал классическая история водка медведи было лайка об этом всем то думал или как-то уже по-другому воспринимал нет мне помогло что я много читал россия советском союзе тоже поэтому я как-то знал немного уже как как в принципе все но я чувствую очень сильную разницу между первой поездкой 2006 году да и ну допустим третьим потому что ну тогда первый раз мне показалось что было все более похоже на советский союз по крайней мере на мое представление советского союза а потом москва стала очень не знаю там богатой может быть или хороший хороший ремонт сделали не знаю что случилось обянин пришел а мне показалось что вдруг это очень современный город но я говорю про москву когда недавно вот и а стереотипы наверное я думал что я думал больше о людях то есть я думаю наверное люди очень закрыты вот это мне немного не знаю я думал много об этом и потом я понял что нет на самом деле это просто другая культура на можно просто дружить и открывается другой мир и понимаешь то русские на самом деле а на улице конечно все по-другому понятно как только появляются друзья это настоящая россия как и везде почувствует можно когда у тебя уже есть друзья пожил какое-то время классно скажи где успел за время жизни в россии 8 лет прожил всего до 8 огромный срок где побывать успел в россии что особенно запомнилось что особенно понравилось я был на юге там сочи адлер влады кавказ в принципе все на юге а потом калининград казан питер каломна какие-то маленькие города конечно фиропонтово кириллов нижний нижнегородская область там есть городец арзамас очень много маленьких городов где я был но в общем мне хотелось очень сильно я очень сильно хотел просто чувствовать разницу между не знаем югом севером или между восточной части и западный а я я думаю что еще буду путешествовать и поэтому ну как сказать не тараки то плане да сейчас я думаю надо было надо было но нельзя так думать просто я успел посещать какие-то хорошие места интереснее но юг россии этого извини юг россии это конечно другая россия мне показалось и больше аргентина может быть свой более хаотичная может быть мало более там другие люди просто и и это интересно калининград тоже мне кажется другая россия даже они говорят он там в россии это много значит да все верно вообще друзья мысль очень ценна говорит лусяна сейчас не откладывайте путешествие жизненно потом мы точно так же прожили пару лет в турции перед тем как переехать в аргентину и когда начали собираться оттуда мы такие в спешке еще сюда не сделали еще вот это хотели сделать блин в эту крепость надо было сгонять сюда надо было в трапзон съездить там еще что-то еще что-то такие ой а давайте успеем хотя бы и в итоге действительно понимаем что уехали другой континент уже кучу всего еще не успели посмотреть и так происходит зачастую во многих местах во многих сферах жизни не откладывайте жизнь и потом живите ей здесь сейчас сегодня особенно сейчас мир такой интересный скажем да кажется особенно сейчас надо есть какой-то план на это сделать просто это точно я с тобой здесь полностью согласен что тебе понравилось больше всего в россии какие достопримечательности какие-то может быть культурные особенности страны которые ты увидел или там не знаю и природные чудеса еще что-то покорило тебя что-то смог увидеть россии первый момент это кириллица я это моя первая любовь по интерес я выучил кириллицу перед тем как я учил русский то есть я знал алфавит я писал свои секретики на кириллице испанский но на кириллице например поэтому когда я находился там я вижу но все естественно написано на русском на кириллице это для меня красота до сих пор я просто вижу кириллицу это все сразу татуировки на русском да и именно поэтому я хотел чтобы у меня была татуировка на кириллице вечно просто влюбляться и то есть это субъективный момент такой но идешь по улице а просто наслаждаешься до люди мне понравилось как как люди общаются как как ну характер русский русский характер мне не нравится я спокойный человек у меня тоже может быть сначала какая-то дистанция есть к людям постепенно начинаю просто может быть понимать что да с этим человеком можно общаться с этим наверное не стоит и я чувствую что у вас вот такая динамика и думаю ну подходящая мне динамика и люди для меня это всегда самое важное то есть много путешествовать и мои любимые страны они не связаны с природой с архитектурой а с людьми поэтому до архитектура естественно прекрасная проси то есть очень очень все красиво очень можно очень все все огромное ты чувствуешь себя маленьким не обсуждается архитектура вообще прекрасная природа тоже у вас все есть хотя можно надо путешествовать много надо ехать только но у вас все есть в этом плане это тоже очень красивая природа но люди если я не чувствую себя комфортно с людьми скорее всего не смогу жить в стране где люди не не подходят ко мне что-то может быть такое увидел в россии что считаются переоцененным что является переоцененным например кажется что россия этим гордиться это важно еще что брюшки куда нет обычно бывает такие истории страны какие-то заезжаешь и там это национальное блюдо главная достопримечательность еще что смотришь только ну нет ребят переборщик причем у вас есть более классные истории почему-то вы не подсвечивается да про еду может быть но но например пельмени но все спрашивают правда то есть когда ты живешь там все спрашивают а ты ходил в баню например доходил я люблю это тоже плюс огромный баня баня это прекрасно ну то есть все говорили хорошо а баня я проверил мне понравилось все в порядке а про еду не могу сказать то же самое надо есть до пельмени могу есть но я не фанат ты же итальянские корню пельмени без соуса без ничего со сметаной вот а может быть с хорошим соусом тогда может быть аночкой сверху лучком посыпать зелененьким питер уж могу могу но не 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 могу сказать что люблю вот например да когда мне говорили тебе нужно попробовать вот пирожки там пирожки пельмени я хорошо да я попробую потом да вкусно а борщ так да да супы супы классные но ты уже понимаешь что у нас до супа в аргентине не хватает конечно это наказание на самом деле но как я могу объяснить есть такой персонаж мафальда это комикс да и одна фишка у нее то что она не любит суп в принципе это про про детей в аргентине то есть мы как-то не любим суп потому что это считается невкусно не знаю почему не нет логики поэтому получается какое-то наказание но с мама типа сегодня ты будешь есть суп вот поэтому в ресторанах получается до самой популярной признал об этом при этом у вас есть локро все-таки такой формат супа да это уже как у нас получается гисо гисо как жарко как жарко но примерно да да но да у вас суп их хороший солянка борщ ну и поэтому я я не говорю что это нехорошая просто пельмени да все говорят пельмени 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 хорошо ну да это как мы с миллионеза например я считаю что миллионеза это очень простое блюдо но я да я добра не смогли как привыкну в милонезе она совсем не заходит вот а я не только я 40 миллионов 44 45 миллионов аргентинцев очень сильно любит милонеза просто так а я не могу сказать что про прекрасное блюдо что да я рекомендую попробую милонеза недавно читал так как раз смеси он говорил я парень простой этого меню там то-то то-то пью маты маты типа я пью теперь без сахара раньше пил с сахаром и конечно же он ну если перевод наверное был миланский стейк он назвал милонеза имел сведу такой да то есть вот это вот стандартно то что блюдо на столе есть да то что к чему люди исторически привыкли из россии мы когда сюда приехали аргентинцы которые будут смотреть этот выпуск много аргентинцев так иначе смотрят наши выпуски почему-то не знаю что такое греча я думаю не знаю вот попробуй ты объяснить аргентинцам что такое гречи по-испански или как за как ты сможешь сделать и просто интересно как ты это охарактеризуешь но для меня это когда я ем гречку я просто думаю о здоровье не о вкусе ну потому что опять если не добавляет что-то вкусное получается не ну когда ладно но а вот для меня а чисто огромное количество россиян которые сейчас сюда переехали бегают и просто такие греча греча нужно найти гречу я тоже не так прям чтобы много ел и для меня это просто было какое-то открытие нам нужна греча и здесь нет только зеленая в магазинах продается и и на сначала пожарить чтобы она работала превратилась тул субстанцию которую предлагается есть не тоже какой-то ну такой гарнир мало заезжаешь а люди удивили меня они мне рассказывают о том что мы не можем просто каждый день я ел гречу у меня обязательно греча я без греча не знаю что мне есть еще что-то и в шоке вообще поэтому вот эти культурные особенности они кажется с нами до надолго но просто люди привыкают то есть миланесос я даже не думаю вкусно невкусно вижу там хочу не объясняешь просто невизнимо я думаю про пельмени скорее всего у вас такая же история просто пельмени всю жизнь ели и все они есть они это наши надо ваши или наши вот миланес от это наши или не наши а вот раз зацепили наша или ваша кто ты сейчас аргентинец русский кто кем ты себя чувствуешь наши или ваша я иногда перед сном задаваю себе такой вопрос кто я на самом деле я по характеру я непонятный человек на самом деле потому что в россии например мне говорили текст траверт я говорю нет я не экстраверт я интроверт нет конечно не с они с кем сравнивали ну средным человеком из россии да а здесь я естественно я точно интроверт если сравнить с аргентинцами поэтому в этом это во первых во вторых у меня в голове уже русский язык идет сам то есть живет там я иногда думаю на русском иногда на испанском идем по улице понимаю что я нахожусь в аргентине а если и если конкретно по полерму погулять вдруг русская речь и система ломается немного где я кто я а да я вернулся точно вот а у меня часто бывает чувствительный человек мне не все равно и поэтому я как-то немного иногда теряюсь друзья все наши подкасты мы записываем студии liberty которую мы открыли в самом сердце буэнос-айрес районе палермо если вам нужна студия для съемки интервью подкастов обучающих видео или youtube блога то приходите к нам мы с радостью поможем организовать ваши съемки под ключ ссылку на запись я оставлю в описании к этому видео как тебе российский футбол после аргентины конкретно российский футбол который его смотри но когда когда чемпионат мира в россии то есть неплохо неплохо до играла команда да то есть какой-то прогресс был а сейчас я у меня нет новостей больше об этом я не в курсе ты не любитель футбола я не я не точно аргентинец вот видишь ты я ответил на этот вопрос может быть я не типичный аргентинец я не пью маты я не фанат футбола как так получилось маты это чисто потому что мне не нравится когда допустим тут стакан лежит если кто-то пил воду и там для меня это грязно а вот на ты понимаешь для меня это просто ну не надо так пить не люблю так и я пью в пакетиках ну а футбол это просто может быть потому что мой мой отец не фанат тоже ну дома просто не не было такого что прямо она сегодня играет бог или river не было такого и может быть это влияло на меня но через какое-то время я понял что если ты живешь в аргентине ты должен как как минимум не не любить а принимать и в итоге например во время чемпионата мира последнего я даже очень сильно гордился своей командой и смотрел все матчи по-другому здесь нельзя но я уже по-настоящему это делаю но когда-то мне было все равно но потому что когда-то мне было все равно то есть играла там аргентинская команда вверх ну хорошо и все я то попал вообще свою стезю просто я приехал господи футбол это религия я попал нужное место отлично а крайне нравится я обожаю футбол я с детства вообще рост на футболе вся семья болела и брат старший папа там постоянно это было да и приехал сюда особенно побывал здесь чемпионате во время чемпионата это потрясающе не повторим марита я очень рад что мы оказались здесь во время чемпионата скорее всего не знаю течение нашей жизни увидим еще событие такое ну при это редкость просто победа чемпионата мира пока ты находишься в стране которая но мы верим что еще сейчас копа будет еще будет чемпионат который ближайший поэтому лама с аргентина классно слушай раз мы заговорили как раз про земли у тебя сильно итальянские корни испанские итальянские испанские тоже вот давай немножко эту штуку светим потому что россиянам все знают что это аргентина эта страна иммигрантов но как это происходит вот есть ты ты в каком поколении здесь уже 3 то есть приехал дедушка сюда да не не все но у меня бабушка приехали например а дедушки уже родились родились здесь и вторая бабушка тоже родились часть семьи была из испании изначально часть издали до большинство из испании получается это переезжали в начале двадцатого века когда вот этот бум был весь переездов да да ну например моя бабушка это моя но все умерли хуже но она приехала когда она была маленькой то есть это типичная история и но ты знаешь было много боль и когда-то у нас страна была не пустая но почти да и правительство пригласила именно европейцев поэтому у нас в аргентине получается такое у многих из европейской корни именно потому что сначала пригласили приглашали несколько раз на самом деле европейцев и приехали немцы и французы испанцы уже были приехали шо а итальянцы это ты знаешь это самая большая диаспора так что из италии приехала много в целом в контексте того что ты жил в аргентине ты пожал в россии если это желание еще каких-то странах уехать пожить попробовать пошлиц я очень очень люблю сервию тоже кроме россии я люблю сервии тем уж и славянские страны года да опять восточная европа там все осталось книгах ты был воспитан но там я я говорю что это очень субъективно то есть нет логики в этом просто когда когда ты маленький ты воспринимаешь реальность так пас по-своему а я воспринимаю такую реальность то есть я жил здесь все нравилось все хорошо но одновременно я понимал что есть такая так скажем такой регион большой где почему-то мне хочется быть или побыть до сербия это тоже хорошая страна для что живя в россии тебя в люди зацепила что понравилось максимально максимально мне очень сильно понравилось спонтанность потому что я просыпался утром и я не знаю что будет вечером не каждый день конечно но в принципе было такое не потому что люди сумасшедшие или потому что все неорганизованно а потому что на самом деле кто-то звонил там ты где ну я дома или я в центре ну давай это встретимся или какие-то планы появились а в аргентине такого не у меня по крайней мере но по-другому по-другому другая спонтанность вообще я-то думал что не национальная черта а молодость называется который образовываешься не знаешь чем закончится день значит я молодой но просто да правда у меня в россии это было но не каждый день я конечно говорю что не каждый день но было такое что я же как без структуры без без графика немного они от меня зависит поэтому я говорю что именно в россии я классно еще что то есть прямо классно классно это русские друзья например как когда ты понимаешь но тут не не совсем понятно иногда кто твой друг кто не друг кто друг а в россии да я прекрасно плане вот человек этот человек мой друг я уже понял то есть все четко все понятно и уже представляешь уже много лет дружу с некоторыми людьми и до сих пор до сих пор общаемся до сих пор прекрасно все когда я в россии мы видимся мы не знаю там проводим время а здесь почему это не так чувствуется какой-то барьер между людьми это вот этот смол толк который происходит регулярно поболтали ни о чем которому очень сложно привыкнуть россиянам он является как раз таким вот ограничительным барьером немного а еще потому что тут принято быть приятным кстати поэтому ты приятный пост но ты стараешься и и общительный но как я между ты аргентинец ты приятный ты общительные ты дружелюбные и может быть в какой-то момент хочется поглубче за но дальше двигаться но поглубче но так допустим мы знакомые но уже мне кажется пора по-другому дружить и но по-настоящему дружить и а тут не чувствуешь вот эту разницу может быть ты думаешь это хорошая близкая дружба а по факту нет тебе кажется потому что человек приятный человек приглашает гости все кажется но на самом деле может быть это не так может быть а может быть да а с русскими по крайней мере мне все четко все понятно и не легче так то есть я могу я знаю как относиться как общаться с этим человеком и когда есть настоящий друг это всегда хорошо это точно это очень важно скажи пожалуйста черты которые ты не смог принять русском характере это хороший вопрос тоже это когда мы окей может быть звучит плохо если я говорю физический контакт но я не имею ввиду ничего плохого просто тут когда мы общаемся видишь и у меня руки сами до двигаться а допустим я общаюсь тобой мы сейчас не не близко друг от друга но если ты бы находился рядом со мной я бы просто как вася постоянно бы касался да просто так как это как типа я здесь ты здесь мы общаемся часто общение а там вообще мне это не хватало очень сильно и не но несколько раз я просто забыл что я просит вы не знаю и люди иногда немного как почему ты трогаешь меня это ложная действительно история переехав сюда как ты правильно сказал что даже экстраверт в россии это интроверт в аргентине и тут этот личные границы взаимодействия очень тяжело потому что все целуются с тобой еще что-то ты не привык вообще к этому там не то что с девушками при встрече незнакомыми обниматься целоваться с мужчинами местные причем не понимают же в чем причина могут даже обижаться на это да очень сложно конечно а еще например допустим из группа людей я приходит потом подхожу часто было такое что только мужчины здоровались но просто как привет привет а девушки ну привет без контакта да мне это тоже немного как я не я не я не имею ввиду что надо целоваться но как-то вот я бы сказал вот дистанция вот социальная дистанция вот это был минус для меня потому что несмотря на то что ну я понимаю что я нахожусь в другой стране но у вас такая же ситуация ты ты понимаешь что никто находится в другой стране это понимаешь что это другая культура но какие-то вещи ты на автомате делаешь и когда ты не можешь получается немного странно да дорогие аргентинцы если вам кажется что мы себя очень странно ведем неконтактные не обнимаемся не целуемся поверьте мы не специально это закореневшие привычки в нас которыми мы боремся стараемся измениться но дайте нам время а может быть не не надо изменить вот такие может может быть тут тоже интересный вопрос это философия такая вот колеса да ты ты правильно сказал мне кажется лучше понять почему что-то происходит чем изменить что то есть если люди поймут что это не специально это лучше чем если вы например меняете свои привычки кажется да спасибо большое скажи пожалуйста в чем на твой взгляд сходство русских и аргентинцев вот где общие черты оба критикуем свою страну но если чужой человек критикуют это не очень приятно мне показалось что в россии есть такое часто что да вы критикует сильно свою страну мы тоже но как только какой-то чужой человек начинает критиковать но звучит не очень мне кажется вот это есть а меланхолия какая-то тоже особенно в уанос-айресе мне кажется мы не самые веселые мика но если сравнить с другими латиноамериканцами мы вообще приятные это может быть а веселее и в анос-айресе я считаю что нет то есть не бразильцы точно 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 нет вот поэтому какая-то но танго например да берем танго это минах минахолический танец минахолическая музыка люди мне кажется что то есть какая-то меланхолия какая-то я не хочу сказать груст это слишком много минахолия скажем так это тоже иногда мне кажется какая-то общее и все наверно не знаю мне кажется да мы отличаемся но при этом мы можем как-то жить вместе я считаю что это как какая-то как будет не хочу сказать компотивильность из как это друга как комп компотивили на подход подход мне окей что мы до подходим друг другу скажем так несмотря на то что есть разные чертак характера истории разные культуры а чем различаемся чем основные мы поняли что эмоционально с точки зрения экстраверта интроверты поняли что так тем что то еще есть такое что вы прям эмпатия мне кажется эмпатия то есть для нас что происходит вокруг и кто находится вокруг нас это важно это влияет на на нас то есть мы даже если идем по улице мы обращаем внимание на то что происходит может быть у кого-то что-то не так или кому-то плохо или для нас это просто важно да мне кажется у вас ну хотя я когда мы до эфира говорили что я не люблю так говорить что русские такие аргентинцы так и я говорю в общем да но я чувствую что именно на улице например в россии там людям немного все равно на тебя ну то есть что ты чужой и могут помогать могут конечно помогать это не проблема но по ощущениям я бы сказал что если здесь что-то у меня что-то со мной происходит на улице я я не знаю что то точно люди отреагируют что я не один вот в этом плане а еще если допустим у меня закончились деньги на субе на карты на я знаю что водитель скорее всего пропустить или какой-то человек другой пассажир заплатить за меня например такие вещи я не знаю я не чувствовал такие моменты россии хотя я понимаю что русские помогают русские добре но на улице когда ты находишься по моему на улице там немного другая стоит по крайней мере для меня то важно надо этому учиться значит спасибо что подсветил этот чисто мое мнение и не да то есть субъективно интересно важно подсветить эту историю поговорить об этом друзья кто будет смотреть ролик напишите в комментариях какие различия какие сходства вы видите между русскими и аргентинцами очень интересно почитать что вы увидели что вы подметили давайте обсудим класс такой вопрос чтобы ты посоветовал россиянам которые большом количестве сейчас так иначе переехали в аргентину или планируют перерыв аргентину чтобы ты им сказал об аргентине чтобы ты посоветовал сделать переезда чтобы быстрее возможно адаптироваться еще во первых без претензий претензий не нужны то есть но не только вам нам тоже как или если кто-то переезжает в россию я бы сказал то же самое ты по без претензий просто принимай принимаем все что есть и посмотреть и нравится не нравится вот вопрос всегда такой нравится не нравится они плохое хорошие да то есть то же самое с мужской для меня нет хорошей музыки или плохой музыки нравится не нравится вот и расслабиться тоже мне кажется это очень важный если ты пытаешься жить пар по-русски здесь тебе будет плохо ты ты ну как-то нереально мне кажется же на русский то есть быстро или ну как-то давай сразу сделаем давай это ну конечно это я очень сильно уважаю вот это именно вот так такой такая такую часть характера но здесь как-то надо уметь немного прославиться и воспринимать все по-другому немного а это нужно принять как ты считаешь вот это вот черта что немножко быстрее она нужна аргентине вот но в прошлом выпуске с андреем сяде как раз обсуждали эту историю что мы можем хорошего привнести приехав новую для себя страну многие переехали сюда и это будет их новый дом какую пользу мы можем принести приехав сюда что нужно нас от нашей культуры от наших знаний умений компетенции опыта что нужно аргентине по-твоему армии конец celebrities обментируют какие-то написано с аргентинами в описании было рассказано что я знаю о русском аргентине у меня指摸 високе им високе им високе какие-то из-за раз потому что для всех очень активно очень очень активно очень очень вот високе и это Мне кажется, что это может влиять очень позитивно в нашей общественности, если мы оставим это, если мы возьмем это, если мы возьмем это как пример о том, как вещи могут быть немного другими. И к русским людям нравится делать вещи, рисковать, делать качества, и мне кажется, что это может быть хороший пример, интересный пример. Мы можем узнать что-то из этого. Мне кажется, то, что вы уже делаете, ну, например, ты открыл свою студию, например, если аргентинцы поймут, что приехало какое-то количество людей, и за год создали все, что нужно, то есть бар, квиз, студия, все есть, школа, я не знаю, там институт для детей, что-то есть тоже. То есть для всех, что все есть на русском. Это очень хорошо о вас говорить. И мне кажется, если аргентинцы поймут, что можно просто рискнуть, можно, то у тебя есть план, сделай, просто сделай, рискуй. И при этом качественно, потому что я знаю, что русские любят качества. И это тоже момент такой. Если аргентинцы поймут, мне кажется, это будет как мотивация. А, ну, потому что, ну, аргентинцы так же могут делать, но, может быть, не сильно стараются или не… Вокруг все как-то по-другому работает, а вдруг приехали люди, которые показывают, что можно и так. И вот если они заметят и поймут, мне кажется, они могут немного изменить вот эту скорость и вращение тоже принимать побыстрее немного. Класс. Мне кажется. Спасибо. Я надеюсь, что мы действительно будем в этом полезны и оправдаем ожидания, которые на нас сейчас возлагаешь. Спасибо большое. Скажи, пожалуйста, а вот чтобы ты сказал аргентинцам о России и о русских, которые сюда приезжают вообще в целом об этой стране, люди посмотрят сейчас, они, возможно, тоже имеют поверхностное отношение, поверхностное мнение о стране. Как бы ты характеризовал, что ты сказал аргентинцам? Наверняка ты вернулся сюда и спрашиваете, что страна, кто они такие? Да, да, спрашивают. Я бы сказал, я всегда говорю, что для меня вот русская миграция это очень положительная миграция в плане того, что люди очень активные и очень… Ну, именно сюда приехали очень достаточно умные люди, творческие, но все активные, все чем-то занимаются, какие-то планы у всех есть. Так что я бы сказал конкретно вот так. Это очень хорошая миграция, очень положительная миграция, которая влияет положительно на общество. Мне кажется, это много значит. Классно. Потому что, да. И многие знают об этом. То есть многие понимают, не сря пишут там положительные комментарии по этому поводу. То есть я знаю, что люди чувствуют вот это. Спасибо. Слушай, а у тебя же получается сейчас случилась обратная миграция? Да. Каково это тебе переехать в Аргентину? Да. Это… Уже я не могу сказать, что идет какая-то адаптация сейчас, потому что уже, наверное, все… Ну, как-то… Я приехал в прошлом году, и тогда, да, вначале я тоже адаптировался снова к родине. Это звучит немного странно, но, правда, есть такое. А что изменилось? Я изменился. Ну, то есть тут, в принципе, все… Все так же, как и было раньше. Но я изменился, и я как раз… Ну, опять можем вернуться к вопросу, кто я, на самом деле. И поэтому я приехал и думал, а теперь как? У меня была какая-то реальность, а теперь есть другая, знакомая реальность. Мне эта реальность знакомая, но это не моя реальность. Вот поэтому было сложно вначале. А потом я… Ну, огромный плюс, что у меня тут родители, брат, сестры, сестра, друзья, кто остался. Потому что, на самом деле, за восемь лет… Я не знаю, как у вас будет, если кто-то уже долго живет здесь, может быть, скажет. Но за восемь лет ты теряешь, естественно, друзей, потому что это как фильтр. Ты понимаешь, с кем действительно хочется общаться, и кто с тобой хочет общаться тоже. И вот постепенно немного как… Ну, вот, все. Поэтому, да, у меня сейчас больше друзей в России, чем здесь. Спасибо тебе огромное. Мне было очень интересно пообщаться. Я рад, что мы подсветили вот эти точки соприкосновения загадочной русской и аргентинской души, различия увидели, какие-то темы подняли, которые можно обсудить. Мне было очень интересно. Спасибо, что пришел. Друзья, если вам понравилось это видео, то напишите в комментариях, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, и обязательно пишите комментарии. Мы на все ответим, и Лусяна, может быть, подключится, пообщается. И я буду рад ответить на ваши комментарии. Пишите. Спасибо, что посмотрели выпуск. До новых встреч.